Игорь, подойди сюда. Сейчас батюшка пока подойдет, поближе встаньте, чтобы удобнее было говорить. Некоторые у нас не были в Потеряевке вчера, не знают, нужно до сведения всех довести, что вчера было. Вчера поймали вора, который сливал горючее и увозил. Ну, главный герой у нас потрудился, а это вот брат наш Кирилл. Ночью. Этого сколько примерно было сдержание? Двенадцать позже? Часов два. Я его записал, что и как было. Так, Игорь, напи данные свои дай, которые у тебя с собой, бабушка. Фамилии, все должны знать героев. Человек этот из Кадникова, Тарасенко Дмитрий Алексеевич Тарасенко. 19 апреля 1982 года родился. Я у него интервью тут взял. Помолились мы вместе с ним. У меня сердце очень сильно болело о нем. Мы все время молились, спаси Господи, вселение это от пожара, от воров, от нечистой силы. И батюшка говорит, молитву услышал Господь. Это могло быть совсем не так. Перед этим тоже утром глядим какие-то машины. Они днем высматривают, а ночью едут. И вы еще в деревне спали. А мы-то там рассоем рано. И сразу на видео на двух машинах. Так, кто там был у нас? Сережа, расскажи. Ты подошел попозже. Какое-то ищут озеро, что-то надо. Мы из Подстепной. А он сказал, что кто у него товарищи. Что они тут приезжали. Ну, теперь они у нас засняты. Теперь легче будет говорить. Вся беда в том, что... Еще батюшки-то нету. Я с его слов скажу. Что в Думе приняли постановление за тысячу рублей не судить, как раньше было, сейчас. Потому что, ну, вся страна ворует. Судить будут скоро за 1 миллиард, когда своруют. Как Васильеву. Миллиарды. Тогда это из Твердюкова будут судить. 5 тысяч. А у него на 4 тысячи 990 только наворовал. Захватили с горючим. Он заранее заготовил. Дальше расскажи, где, какие были у него эти канистры. Заранее у него две канистры были спрятаны около сада. Володя Плотников их там нашел. Ну, солярку слили, подменили туда. Воды там налили, сверху там какой-то грязи немножко. Ну, Володя высматривал, не мог никак их найти. Там и ночью вставал. И сейчас вот эти канистры, которые изъяты. Вот эти две канистры, как раз они и есть. То есть это он припрятал. Хотя он здесь клялся, обожился. Говорит, я тут первый раз. Вчера машину купил, тут ни разу не был. Исследователю позвонил так и так, что это не он. То есть это его все. То, что было, то, что около баков слили. Большое, это его. То есть он как бы, большого опыта у него нету. Небольшой специалист пришел, мои канистры забрал, свои бросил, оставил. Здесь тоже с трактора вчера слил. Наследил, там разлито все, пробочка еле закрыта. Там канистры не проверил. Канистры другие стояли в другую сторону, а он этого не заметил. То есть как... Понятно, не дома. Такой, деревенский, да. Быстро все в попыхах. Значит, Кадниково, село. Партизанское, 59-2. Так я понял? Да. Значит, нужно будет батюшке связаться с Игониным. Он когда-то там начальником был. Он жаловался и говорит, снимает все. Двери снимает, двери уносит. Лампочки все выкрутили у коров и прочее. Чтобы он тоже какую-то часть принял на себя. Это твои воспитанники. Позанимайся, съезди, поговори. Они уже назначают в какой день туда ехать. Дело в том, что... Я не знаю, какая причина пока. Нам уже неоднократно говорят. Вот сломался трактор. Бульдозер не можем дождаться. Будет понедельник. Во вторник. В среду. Сейчас опять на следующий вторник. Кто сломался трайлер? На что за площадка? Ну, везут на чем трактор-то. Я один отказался. Шарщины. Теперь эти не идут. Вот так вот колобродим. Но, если они приедут. Вообразим, что у них что-то слили и открутили. Это уже вселенский, говорится, позор будет. Мы решили так. Вот Сергей Павлович. Выйди маленечко сюда. У него две дрессированные собаки. Большие. Значит, Игорь придется маленько потерпеть. Будем встать. Бульдозер где-то рядом, чтобы видна была вся твоя техника. Ясно дело. Раз охраняют это, то это. Он будет с собаками спать в своей машине. Он свою машину подогнал сюда сейчас. Легковая. Ну, как мы дорогой были. Собаки наружи. Я помню, когда раньше были трактор и таскал за тобой комбайн. Вот эти, чтобы комбайны сами ходили, это не так и давно было. И нашего отца назначали сторожем. У нас была огромная собака. Больше, чем Сергеева. Я не знаю какой породы. Марс звать. И он на железной цепи. Отец его привязывал. А колеса вот такие у комбайна были. Вот такой высоты, наверное, если не больше. И он сильно гремел. Ну и председатель решил проверить. Как там охраняется. Один комбайн в поле. Больше ничего нет. Видимо, я уж на это не знаю. Я совсем маленький был. Отец меня брал с собой. Ну, председатель решил подкрасть. Как он рванул. Как загремел. Там, кажется, комбайн ходуном заходил. Ну и отцу похвала, что хорошо. Ну не он, а собаке похвала тут. Отец не шел. А там цепь за железной. Колеса железные были. Железные списы. Там гром такой поднялся. Вот Сергей будет ночевать здесь. Мы Игорю сказали. Угощать будешь его. Давай там молочь. Это тебя... Ничто не значит по сравнению с тем, что тебя воруют. Правильно будет? Поощрение. Значит, вы заранее молитесь. Такой молитвой. Господи, избави селение сие от пожара. От воров и от нечистой силы. От пожара Бог уже избавлял. От воров помаленечку начинает Бог ощущать. Но от нечистой силы уже кто отбивается знает. Постом и молитвой. Никогда не слушайте, что монахи сказали. Дороже поста и молитву послушания. Это от сатаны. Против сатаны оружие пост и молитва Христос. И придумали монахи. Выше еще есть. Это сатана отодвигает пост и молитву. А послушание Аве. Там не Ава, а Вава. Не задеть ничего не надо. Я же попутно все это говорю. Было бы о чем. Прямо включите в молитву днем. Встаньте ночью на молитву. Если он охраняет здесь... Я еще добавлю к этому. Ружья должны быть у всех заряжены. Мелкой бекасиной дробью. Мы как-то в Панкрушистенском районе, когда были... Отправляли из техникумов, из институтов на помощь. И когда мы шли ночью, сказали, а вот здесь сад. Можно что-то взять. Мы пошли все. Я один остался. Я с ними зашел туда. Собаки залаяли. Сторож вышел. Он как шуганул. У него заряжено было, еще плюс к тому, крупной каменной солью. Это долго. Засоленное будет одно место. Ну, задержал кого. Остальные ушли. И больше ни один туда ноги не лажал. Они идут, а что? Ему никуда-то надо. Сегодня ему начислили. Приехала милиция. Вызвали. Записали все. Но у него не хватает. Кто-то не доказан на 11 тысяч. Ну, рано или поздно, то он обязательно подойдет. Потому что где-то оборвется это. Сколько ни грабили, ни грабили. Наконец, семнадцатый год. И под нож все пошло. Так и здесь. Вы только молитесь. Оборона нам не запрещена. Никого не убивай. Поэтому даже если ты в воздух выстрелишь, он уже поймет, что здесь просто так не возьмешь. Он будет уже бежать, говорится. Мокрое место будет после него. Думать об этом надо. Я удивляюсь, как он поехал один. Видимо, он решил от них отойти от своих товарищей. Сколько? Он назвал их все. Вот. И Кирилл-то рисковал очень многим. Не подходи. Отойди от машины. Вытащил ключи. А если их как тут приехала четверо с ними женщина. Да полупьяная. Да тут бы было не знаю как. А то же Господь его так. Ангел-хранитель по молитве его сохранил и защитил. По одному не ездить нигде. Возьми с собой. У нас есть братья. Вывод, чтобы был сделан. Годится? Значит, молитвы я себе просил, чтобы Бог умудрил, если придет машина, бульдозер, чтобы у нас все получилось как надо. Сегодня намечено благовестие. В прошлый раз я вам говорил. Значит, у нас организуется. Игорь, поедешь? С шофером? За рулем. На шарщину он есть сегодня. Если безвыходная ситуация, поеду. А если есть, то мне лучше остаться. Все? Сепарировать что-то поди будешь? Доставь Катю большая, а она будет. Что ты сепарируешь? Мужик сепарирует. С рода этого не было, чтобы мужик стоял за сепаратором. До 7 вечера сепарирует от двух коров. Скрылся за сепаратором-то? Поедешь. Хорошо. Рядом тебе помощница стоит. Поедешь? В шарщину узнаешь. Так, Андрюша, организуй свою команду. Посмотри, какие ребята. К нам заезжайте, дадим Евангелие, сколько вам надо. Вчера радостный звонок был. Звонит Татьяна Никитина из Корщина. Бабушкам нужно Евангелие с крупным шрифтом. Я говорю, которая патриаршая? Да, ну хоть несколько. Ну я спрашиваю тогда, я говорю, а 20 хватит? Да конечно, да благодари, да такой ласковый голос. Ну я ей 40 дал. Катя тут позвонила, она мигом забежала, подхватила. Наверное, отвезли уже, Катерина, да? Да, отвезли. Все. Вчера отдали. Отдали. Довольная? Очень. Ну очень. Понимаете, как все это меняется. Да довольная такая. Я говорю, какая нужда, сразу обращайся. Вы ищите таких, которые после нас могли бы трудиться. У нас Евангелий много. У нас люди работают в городе. Это хорошее, крупным черным шрифтом, жирным. Да и написано по благословению Патриархи Кирилла. Это православные обычно заглядывают, а тут сразу дверь открыта. Ищите, чтобы знали, что мы богатые и мы вам дадим. Ну что, Ося. Я вам говорил вчера, какая программа. Едите вместе, не забудьте дать нашим арбузы. В каждую машину. У нас семь человек едет. Вас пятеро. Вы начнете с той стороны от леса. Ну и дальше захватите эту сторону, куда я показываю. Более южную. А те, всех звать к трем часам или к двум у вас, к трем. В библиотеку. К скольки? Да к трем, скорее всего. Витя. У нас всегда трем собирали. За трех, чтобы обойти больше. И в библиотеке там выступите. Подумайте, кто из вас выступит. Расскажите о старообрядчестве. Что это канонически признанная, законная церковь московским патриархатом. Краткое содержание хотя бы дать. Ну и Евангелие будете раздавать. Расскажите, где церковь в Барнауле. Чтобы люди знали. И начинали трудиться. И скажите, кто желал бы здесь раздавать Евангелие. Мы оставим такому человеку. То есть активно привлекайте их. А мы дадим больше Евангелия. И вот, уезжая от таких людей, ну им по 20 Евангелий. По 40 оставить вполне можно. То есть у нас большое богатство. Начинайте работать. Андрюша, я прошу, пожалуйста. Если ты возьмешь Ирину и братья, все, у вас полностью компания. Группа людей. Пятеро наших, семеро. Шарщина, большое село. У нас не семь. У нас не семь. У нас пока только пять. Пять? Да. Ну давай, посчитаем. Ты едешь? Конечно. И она едет? Нет. А? Нет. Нет? Нет. Ну вот я не думал об этом. А что так быстро сошла с Арена? Там доля, доля. После болезни. Да не помешает. Здоровье-то в труде. Соглашайся. Если раза два не пойдешь, больше не будешь включен. А ты потом будешь проситься. Под думом. Всего идти с братом в другой стороне. Ты будешь все это видеть. Радостно. Бог дает здоровье. Поедешь? Все. Муж не может уговорить. А я уговаривать не надо. Она готова. Два. Ну наши трое. Пятеро. Ну вот двое остается. Шесть, семь. Ты не убавляй. Да не, она не поедет. Я поеду. Ты смотри, грамотный какой. Так. Договорились, Алеш? Я поеду, она не поедет. Не поедет? Нет, я поеду. Ну значит не поедет. Он поедет. Он сам поедет. Ты поедешь со своей группой. Да, да, да. Так. Кто с нашим поедет? Нам еще одного. Давай. Начнем по порядку. Людмила. Не можешь. Едешь? Не знаю. Неопределенно, тоже четко и ясно. Здоровый, крепкий человек. В паре с нашим братом, чтобы с глаз их не упускать. У нас уже, ну, пойдет. Так. Ирина, поедешь? Никак. Елена, ну, сегодня возможность есть, завтра возможности может не будет. В государстве-то воровское государство, коррупция. Но есть свобода благовествовать. Это покрывает все остальное. Так что молимся за правителя, за патриарха. Ну что, Лена? Не знаю. Нет, нет, нет. Женя, поедешь? Я уезжаю. Что? Я уезжаю. Я в город Ему сейчас. Уезжают в город? Уезжайте в город. Ну, кого тут взять-то нам, чтобы ходить мог? Юрем. У нас запасная Надежда Васильевна. Вот уже на крайний случай. Это, Люба, пойдешь? Нет. Следующий воскресенье. Следующего может не быть. Не хвалить завтрашним днем. И бы не знали, что он родит тебе. Библия говорит. Ну, что это такое сегодня? Одного человека не можем найти. Лена, поеду. Лена, поеду. Лена, молодец. Во славу Божию. Так, а занятия будут сегодня или нет? Все уезжают. Ну, все уезжают, значит, занятий не будет. Просто можно побеседовать. Что у нас за неделю возникло еще? Вопросы? Батюшка, ты по воровскому делу, ну-ка, скажи слово. А что сказать? Ну, что скажи? Воровать у тебя сливок не будет. Воруют, хорошо воруют. Потому что у нас просто поставлено, что воруйте, берите. Так у нас все, ничего не закрыто. Я сколько раз предлагал, несколько лет назад сделать шлагбаумы. Меня не поддержали в этом никто. Это бесполезно шлагбаумы делать, чтобы... Ну, он за шлагбаумом оставляет машину, приходит и все. Ну, все будет ограничено уже ближе. Он так и делал, ограничено. Ограничено, подъезжает. Он не подъезжал даже. Как-то собаку привязать. Собаку во дворе там охранять не нужно. Собаку надо где-то привязать так, чтобы хоть залаяло там и услышать. А что толку? Он не лает, а никто не слышит. Сделать какую-то сигнализацию предлагали. Сделать, чтобы как-то можно было что-то делать. Сигнализацию на ночь можно сделать. Можно. Собака одна ничего не сделает. Ее отравят, убьют. Ну, это уже... Она только обнаружить, дать голос, чтобы... А что она услышит? Спит дома-то. Собака лает. Ты же ее не слышишь. Сторожа поставить на ночь, чтобы сторожил, у нас это невозможно. Потому что все за ночь так уходят, что отдыхать надо ночью. Иначе ничего не будет. Здесь одно только... Самое главное, это больше молитесь, чтобы Господь избавил от воров. От огня, от воров. Это самое главное такое. Вот так вот. Включите себе это. С поклончиками. Утром, вечером. Господи, избави от воров. Рассказывали... Отец мой рассказывал. Ну, где-то он, может, слышал это как-то. Раньше ездили продавать там. Ну, баранов там зарежут и едут в город продавать. Ну, а воры и тогда были. Воры всегда были. Вот. Ну, и один, говорит, все там мужики, кто-то там как-то караулит или затаскивает куда-то, чтобы не украли. А один старичок, говорит, он никогда, говорит, не это... Воз есть, оставлял Воз. Обойдет вокруг Воза, говорит, помолится, перекрестится, ложится спать. Однажды утром встают, говорит, смотрят. Вокруг его Воза ходит мужик. На плечо у него баран. И он ходит вокруг Воза. Ходит и ходит. А не может, говорит, увидал, когда хозяин. Он говорит, освободи меня скорее. Я, говорит, уже не могу на ногах стоять. А он с вечера-то пришел, взял как-то. А от Воза отойти не может. Ну, может быть такое. Ну, мы читаем Житие Святых. Может быть такое. По молитвам его, молитвы, значит, дошли. Бог сделал так, что он взял барана. Она положить не может назад. И отойти от Воза не может. Ходит вокруг Воза с этим бараном всю ночь. Поэтому молитва может сделать больше, нежели сторож. Напрасно, говорит, бодрый страж, если Господь не охраняет. Вот так вот. Я спрошу, кто знает русских историков, которые писали историю русского государства? Называем. Сергей Соловьев, Костомаров, еще кто? Ключевский. А? Ключевский. Так кто еще? Карамзин. Карамзин. Вот Карамзин. И вот он написал, это история русского государства. Я не знаю сколько, пять или шесть тому. Ну и решил подарить царю. Сейчас я не могу даже сказать какой царь там. Александр Первый. Но он говорит, я же занят. Я не прочитаю. Ты коротко скажи, о чем здесь написано. У него ума хватило коротко сказать. Воруют. Одно слово. Пять томов. История русского государства воруют. Заповедь не кради написано. Десятисловие. Только бы не пострадал, как вор, посягающий на чужое. Я сидел с ворами. Они всегда подменяют слова. Он не говорит, своровал. Взял. И вот он сидит и между собой разговаривает. Друг друга упрекает. Ты у кого своровал-то? Ну он там сельсоветом воровал. Эх ты. Родную советскую власть и ты так не ценишь-то. Значит. А я участник. А то я государство воровал. Счастника не трогал. А другой наоборот. Счастника воровал. Государство не трогал. Вот они меняются. Я выйду. У меня уже намечено три пункта, где надо воровать. Самое действенное, конечно, это Китай, Тунис, Саудовская Аравия. Поймали. Доказано. Рука. И прибивается, как входит. Где он? На базаре? Григорианс говорит. Мы возвращались. Говорит. Утром. Толпа. Пыль. Что? Поймали вора. Впервые в жизни увидели вора. Когда мы возвращались, смотрим. Говорит. Уже почернелая рука прибита к воротам базара. Все. Я ни к чему не призываю. Но говорю, что другие государства имеют. И много воров. Они не знают. В другом месте написано про монголов. Народ что-то толпится. А дали указание магазина не запирать. Все замки выбросите. А почему? Пришли японцы. Так а своруют? Не своруют. И оказывается четверо зашли. Русские своровали. Сразу их вывели. И слышали только какие-то звуки. Пошли четверо мертвых. Они зашли хлеба взять. Хозяина не было. Они взяли хлеб. Булка что ли. Сразу четверых расстреляли. Больше никто и никак. В другом государстве. Зайцы чтобы не ездили. Раповестили всех. Все расписались. Заяц. То есть не платит деньги. Повинит смерти. Доехали. Вывели. На первом же полустанке без билета едут. Расстрел. Больше никто ни разу не сел. Это человек так. Был такой Хаджи Мурат. А был еще Шамиль. Который защищал. Свой Кавказ. И он говорит. Это народ такой. Пока над ними не сверкнет. Шашка. Говорит. Они не слушаются. И тут же ставят их сколько. Двенадцать там. Кунаков были. Которые виновны были. Тут же голову всем отсекли. Больше нигде никто не ворует. У нас другое. Страх Божий. Потерять царство небесное. Вор царствие Божие не наследует. Нужно этого бояться. Что он присосался к чужому столу. Вы увидите если. Можете посмотреть в интернете. Будет на той неделе. Как мы с ним здесь говорили. Как молились. И потом они знают как молиться. Спаси Господи. И давай тогда. Я говорю. Ты повторяй за мной то. От чего тебе надо избавиться. Принять Христа. Христос избавляет навсегда. Мы помолились. Он колонился. Крестился. Ну. Креста. Говорит. У меня нету. Что вы могли. То сказали. Если будете в Кадниково. Вот адрес. Известен теперь. Посетить. Навестить. Узнать с кем живет. Как и подействовать. На одного. Это уже на одного вора будет меньше. А ему сказать. Ты трудись среди своих товарищей. А то мы живем наоборот. Не то чтобы вокруг нас не воровали. А еще больше воруют. Живете беспечно. На днях. Да не надо. Двадцать лет уже. Зайду вот в этот дом. Кто тут живет. Староста. Вот он. Хоть бы палочка стояла. Кто дома. Никого. Мир вам. Нету. Зашел нигде. В огород. Никого нигде нету. Ну что. Это ваша. Беспечность. Вот. Батюшка. Зашел. Дверь открыта. Хоть бы закрыта была. Сенки то. Никаких. Только щеколды. Ничего подобного. Матушка виновата. А если батюшка где то вот. С овечками. Покричал. Вышел вокруг. Никого нигде нету. Уезжают в город. Палочку к дверям не поставят. Я говорю. Рано или поздно. Сатана наклюкает нас по затылку. Пришло время. В Библии говорится. Беспечные люди уничтожаются. Беспечность. Беспечность в духовном плане. Это развал личности. Напрягитесь маленько. Как Златоуст сегодня нам сказал. Береги самое достояние. Твое это дети. Одни нигде не были. Чтобы ночью не шарились они. Не ходили. Уже ночью начинаю останавливать. Я в прошлый раз говорил. Что собрались. Ходят. Сады проверяйте. Да к ним. Свои сады у каждого. На минуту нигде. Солнце коснулось горизонта. Поставьте правила. И чтобы он должен быть дома. А дальше уже взыщи по полной мерке. Солнце горизонт. А ты порога. А дальше только по благословению. И вдвоем кому надо послать. Повторяю. За два миллиарда лет. Мусульмане нигде не позволяли девушке одной ходить. Нигде. Ни днем. Ни ночью. Еще непонятно. Какой миллиарда лет. Ты что. За два миллиарда лет. Два миллиарда человек. А. Тысячу триста лет. Неправильно сказал. Два миллиарда. Я разговаривал с мулами. Они даже не понимают о чем я спрашиваю. Сохранение девственности до брака. А сегодня газета не какая-то пишет. А труд. Сколько. В пятнадцатилетних мам в школе. Учителя и говорят. Приходится детский садик при школах открывать. Детский садик. Они не знают об этом. Даже вообще не слышали. И как они на наших. Наши только. И девчата. И как их не назовешь даже. Кто она такая. Только на букву Б называют. И все. По-другому с ними не обращаются. Если она одета целомудренно. Как положено. Я говорю. Мы были. В Болгарии. И вот она едет. Мусульманка за рулем. Знаете. Какое зрелище. Вот так вот одета. Вот как и Анна. Все это. Вид такой. Сидит за рулем. И я ей рукой так подал. Дал знак. Поблагодарил. Она тоже улыбнулась. И дальше. Везде за рулем. В таком виде. На паспортах. Сейчас разрешают. У нас. Фотографируется. С платками. Начинайте. Обстановку. Маленько. Подгонять. К целомудрию. Вчера была передача. По этому. По телевизору. Сердце. Рамзана Кадырова. Это же так называется. И показывает. Там. Много говорила. Его жена. Как-то я там. Не знаю. Как ее зовут. Вот. Они с детства. Были знакомы. И поженились. Он говорит. Как мне говорит. Повезло. Что Всевышний. Меня говорит. Обильно благословил. Что у меня. Такая жена. И она говорит. Что ее. Всевышний. Так возлюбил. Что ей. Такой. Муж. Попал. Знаю. Как трудно. Ему. Я стараюсь. Всегда его. Поддерживать. Если знаю. Что там. Лишний раз. Чтобы его. Не огорчить. Не расстраивать. И как она одета. Одета. У них платок. Завернут. Только вот так. Лицо у них. Больше ничего не видать. Лицо. Но такая. Очень приятная. Красивая женщина. Скажем. И. Говорят ему. Ну как вы. До старости. А он. Отвечает. Она. Этого не слыхала. Он. Говорит. Я не хочу. Говорит. Чтобы до старости. До дряхлости. Дожить. Уйти из жизни. Когда я. Нужен. Людям. Говорит. Что то я еще. Доброе. Могу. Делать. Чтобы после смерти. Меня. Таким. Помнили. А. Не немощным. Каким-то. Она. Говорит. Я этого не слыхала. От него. Говорит. Как это так. Он мог сказать. Такое. Что вроде. Я хочу о малом сказать. Мы у него были. Видели. Конечно. Его самого мы не видели. Уже приехали. В нерабочее время. Администрация нас приняли. Там был. Виктор Николаевич. И. Ну. Николай Кручина. Когда дождь лил. Потом мы какими тропами то. Выезжали. Выезжали. Еще там. С ружьем. К собаке. Подошел. Они ответили. Поблагодарили. И. Главное. Книги. Которые. Подарили ему. Одни. Библиотеку. Полный комплект. А ему. Новый завет. И прочее. И он. Что больше. Это нужно. Будет православным. В этот храм. Мы передаем. И все это ответили. На бланке. Даже здесь. И то видно. Самостоятельно. Он ведет собрание. Какое-то. Стой. Майор. Все. Снят с должности. Там какого-то. Готово делать. Ты пришел не спать здесь. А работать. А если не так. Так выходит на ринг. Побоксуемся. На что ты годен. А у нас едва едва плетется. За ним реанимация. Машина едет за Ворошиловым. Маргарит Тещер устроил. Тарфальгерская площадь. Или какая-то. Тарфальгерская. В Лондоне. Вот утром. Она придется смотреть. Все клерки должны пробежать там 100 метров. Если не может бежать. Зачем ты мне нужен? Надо работать. И ты скажи. Я еду на благовестие. Меня Бог избрал. Я счастливый человек сегодня. А кто не поехал. Поддержите молитвы. Заботьтесь. Завтрашний день может совсем не таким быть как сегодня. Писание говорит. Не хвались. Не знаешь что он родит этот день тебе. Все сегодня. Во сколько? Во сколько отъезжаете? Во сколько? Ну в 11 наверное. В 11 от скворечника. Подъезжайте туда. Загружайте. Уберите что надо с собой. Почему не тяже отъезжаете? Тяже отъезжайте. Отъезжайте. Ваш зафиксируется в гараж. Я купил проживку. У нас по полям едешь. На движениям нет. Просто потому что постоять.